сказать, это ж такая красавка это просто ну вот сейчас мы немножко выйдем на открытое пространство, я вам покажу в каких каменных джунглях мы застряли тут ну ребята, смотрите сами смотрите сами ну учитывая то, что здесь еще куча всевозможных военных учреждений которые, наверное по всей видимости, не торопятся расти вверх ну а весь остальной Тель-Ви, весь остальной частный сектор просто вот вырывается из-под земли, вот когда я снимал вот это место, вот впереди меня, вот строительство это еще был котлован ну а теперь вижу уже при таком количестве кранов, я хочу сказать, что на строительстве в Израиле всегда нужны рабочие, то есть это очень востребован, почему? да, по той простой причине что Израиль бурно перестраивается и желающих работать такой тяжелый труд на изнуряющей жаре не так-то много, что привлекает сюда помимо внутренних трудовых резервов ну а цитрусовые уже тоже хоть это и осенние плоды будут но тем не менее они уже есть ну так вот я хочу сказать что на строительстве занято внутреннее население привлекается арабы с территории выдается им разрешение на работу они приезжают работают в Израиле по договору с Израилем легально здесь работают иностранные рабочие из бывшего Советского Союза тоже много ребят ну и я хочу сказать здесь работает огромная армия нелегальных рабочих которые въехав в страну под всевозможными предлогами что там греха таить экономические беженцы люди приезжают заработать кормить свои семьи я говорю я никогда никого не осуждаю у меня в доме живет две шумные компании грузина они мне никак не мешают работают себе ребята зарабатывают деньги высылают домой да на здоровье но вот граната да то есть Израиль в этом смысле действительно земля текущая медом и молоком здесь нашли свое место все посмотрите как красиво в глаз я не знаю что вам сказать я не знаю ребят вот все что природа вот все что природа родит вот все что она нам дарит это для меня делает огромную радость нет ребята хоть запрыгни на эту стройку погляди но я могу только ее так сказать ну я говорю работать на стройке это неимоверно тяжело я человек из северных районов и я могу вам сказать что по моим понятиям лето здесь 8 месяцев в году это по моим понятиям кто-то думает по другому но и никак не ущемляет моего мнения я в апреле месяце одел шорты немножко хотелось бы сказать о климате конечно приговарив в апреле месяце я одел шорты ну и сниму их где-то только в ноябре по израильскому климату это очень как по мне так самое будет время сейчас еще лето конечно жарко но я хочу вам еще рассказать насколько красиво насколько уютно обустроили эту немецкую колонию уже теперь нынешние владельцы мы израильтяне мы тут теперь живем мы тут теперь гуляем красиво очень ну да искусственный полив но без него никак здесь я кстати свои цветы тоже утро полил имея задание по дому сегодня мне пришлось поливать дома цветы но я с большой радостью я с большим удовольствием ну вот вам смотрите какая красотища как в этих каменных джунглях притаилась вот такая красота ну фрукты и плоды просто везде везде на каждом шагу бетонное стекло все точно так же наваливается напирает на наш красавец Тель-Авив куда нам без него куда да ну вот ребята не забывайте поддерживайте мой канал не забывайте заходите по ссылке погуляем вместе с вами да очень красиво да еще раз хочу сказать спасибо людям которые остались сидеть дома в столь ранний час ну я говорю что сейчас уже где-то в районе 10 утра и я не думаю что это очень ранний час ну вот еще какое-то красивое очень растение я его сниму ну вот эти вот растения они очень похожи на елку они растут когда правильно сформированы издали они очень похожи на елку но вот это ребята что-то с чем-то да это похоже на павлийные хвосты на какие-то просто сказочные ну на ощупь я потрогаю не не сказать что прям мягкие мягкие но очень очень красиво смотрите смотрите отлично тут себя чувствует да ну хочу сказать отдельное спасибо садовникам за вот это поддержание в таком хорошем виде всех этих садов прекрасных садов слушайте ну место прямо вот я не знаю что даже вам сказать очень красиво тихо так я представляю тут вечерний час вы знаете вот как действительно ну тель-вив такая знаете бурная субстанция она такая вечно кипящая весь израиль по сути такой но тель-вив конечно же занимает в этом плане отдельное место ну ну вот представьте что в вечерний час вы имеете возможность прийти посидеть вот тут ну вот потихоньку кафушки вижу открывается народ подтягивается народ подходит ну вот из-за того что я сегодня имею не одно место съемок это уже второе мое место съемок на сегодня я снимаю и буду еще снимать ну вот пожалуйста вот они рыбешки рыбешки привет да моя камера снимает под водой ну в круг я нырять не стану ребят не обижайтесь но долго я жалел свою камеру все как-то не решался ее окунуть в воду мне было жалко я конечно же посмотрел сотню там обзоров что можно что нельзя но я хочу сказать я долго не решался так мне просто было немножко боязно камеру мне подарили дети за что им огромное спасибо идею канала придумали дети оформить страничку сделали дети дали мне камеру сказали папа иди болтай иди оц оц оц